Анатолий Иванович Какой вопрос я вам первым задам? Ну, понятия не имею. Я что, экстрасенс, что ли? Так вот. Но про вас многие говорят, что вы обладаете этими знаниями. Нет, дело в том, что, скажем так, испытаний много проходит. Но у меня такое ощущение, что вы будете задавать о каком-то человеке. Ну, будет и такой вопрос. Мужчина, скорее всего. Будет и такой вопрос. Вот свои экстрасенсорные способности вы открыли при встрече с НЛО. Сколько вам лет было? Так ли это на самом деле? Это слухи или не слухи? Расскажите, пожалуйста. Дело в том, что способности у меня были всегда. С детства. У меня один случай был очень интересный. Я очень часто его вспоминаю. Мне было где-то 10-11 лет. Жил я в Москве на улице Барклайда-Толе. И мне как-то раз... У нас дом очень интересный был. Он буквы «С» был. И вот у нас здесь арки были и вот здесь. И вот через одну... Как-то я хотел поехать на Кутузовск. Ну, это Киевский район. Я собрался поехать на Кутузовску в Триумфальную арочку. На выставку. На картину вот этой галереи 2012 года. И когда я выходил из арки, а у нас дорога была, знаешь, одна внизу, а вторая на гору и шла на остановку. Потому что там мост, железная дорога. И вдруг я вижу, мужчина идет. И начинает спускаться на меня. И у меня на глазах исчезает. Для меня это был шок. Вот 10-12 метров. И вдруг он просто исчез. Я же мальчик, я не пью, наркотики не принимал тогда. Так я обыскал там все. Я не нашел. Анатолий Валентинович, знаю, что вы на Алтае не в первый раз. Да, второй. Второй раз. Есть ли у Алтая своя энергетика? Вот говорят, что многие приезжают на Алтай подзаряжаться ею. Она каким-то цветом обладает, не цветом. Да, да. И какие ваши ощущения первые были, когда вы спустились по трапу самолета? Вы знаете, эйфория. Во-первых, ну, мы как раз с Наташей Бантиевым ездили в Новосип, напроснись. И потом меня на джипе привезли сюда, к моим друзьям. Ну, которому, скажем так, я помог. Вот. И они мне устроили отдых. Я Барнаул просто проехал быстро. То есть я ничего особо не видел. И меня повезли в Горный Алтай. Меня там по таким местам возили. Я там на самолете спортивном, на вертолете, на лодке. На лошадь не успел. Энергетик там, знаете, какого цвета? Изумрудно-зеленого. С золотистым цветом. Очень интересный энергетик. Вообще Алтай, конечно, ну, как у нас, не пером не описать, и, как говорится, и топором не вырубишь. Вот, понимаете. То есть, ну, мне очень понравилось. Я удовольствие получил, ну, выше крыши. И действительно, я уехал такой, вот, как будто я, скажем так, год спал. Ну, в основном вам приходится сталкиваться с более серьезными вопросами. Рассказывать, будет ли жив человек, не будет ли жив человек. Всю ли информацию вы рассказываете людям? Нет, не всю. Не всю. То есть вы во благо ее... Знаете, я вам скажу, у нас первая заповедь у моего учителя была, вот, как раз, Александр Борисович, он всегда говорил так, ребята, не навредите. И вторая заповедь, не просят, не лезь. Я один раз сразу вот эти две заповеди нарушил. И высшие силы у меня на месяц, хорошо, что на месяц, забрали способности. Я вообще ничего не видел, ничего не мог вообще. Мне пришлось в семи храмах отмаливаться и просить, чтобы они вернули, и чтобы я больше так не делал. А были ли недовольные клиенты, скажем так? А, Шарлтан, верни деньги. Вы знаете... Не помогло. Я врать не буду, были. Ну, скажем так, из сотни, ну, два-три человека. Но дело в том, что когда они ко мне приходили, я им сразу говорил, зачем ты сюда пришел? Или зачем ты сюда пришла? Мало того, тебе денег жалко. Но самое главное, ты пришла, и я одной очень хорошо сказал. Я говорю, что ты сюда пришла? Ты не сестра Сафронова, к случаю? Ты пришла, не веря мне. Но когда мы с ней поработали, она вроде бы там туда-сюда... Она была в шоке. Я как раз с Ольгой Расланой работала со своим директором, со своим другом. Она очень тоже хорошая и сильная. Ясновидчивая и так далее, и так далее. Мы им рассказали, что с ней происходит, и кто ее дома мучает. Ну, она ушла, вроде бы довольна. Потом, значит, там где-то... Ой, да я вас, я выедцам. Я говорю, ты думаешь, мне твои деньги нужны? Приезжай тебе в два раза больше там. Я говорю, ну, ты еще не раз обратись. Буквально через неделю она мне позвонила, начала извиняться. Говорит, Антон, вы оказались справа. Я говорю, правда, что ли? Я знаю, что... Ну, обидно. Вот мы, близнецы, мы очень переживаем. Это правда. Я знаю, что вы были на родине Василия Макарача-Шукшина, в селе Сростки. Да. Но он прожил короткую, но такую насыщенную жизнь. Это судьба? Это судьба. Это судьба. Единственное, что... Судьбу можно корректировать. Вот знаете, вот как в старинных сказках, у нас три дороги. Вот Творец, я не говорю Господь. Богов много. Творец один. Он нам дает три дороги. Темная, твоя. Если ты хочешь стать хорошим человеком, иди по правой. Набирайся святости. Но, к сожалению, у многих актеров, у меня много друзей актеров, беда – это пьянство. Это правда. Очень многие актеры спиваются. Если не спиваются, то одумаются, вовремя одумаются. Но все равно это зараза, как я их называю, вот эти вот сущности, которые садятся на этих людей, пьяные бесы. Они начинают разрушать мозг и сердце. И этот человек, который пьет, ну, даже он потом уйдет, допустим, или не уйдет, он должен прожить 70-80-90 лет, а он живет 50-60, а то и 40. Далеко ходим будем. Высоцкий, Даль, и так далее, и так далее. Примеров моря. Но я знаю, что вы были на месте гибели Михаила Сергеевича Евдокимова. Да, я был. Есть разные версии. Можете пролить свет на это? Вы знаете, как у меня мать всегда говорила, нашел молча, потерял молча. Дело в том, что иногда информацию говорить даже опасно. Но я скажу короткими словами, это не случайная смерть. Это не случайная смерть. Битва экстрасенсов, это все же шоу, в котором вы участвовали, там все по плану, по графику, или вместо импровизации все же находилось? Да еще как. Я вам, кстати, могу рассказать импровизацию. Буквально коротко, вот если можно. Коротко. Почему съемочная группа за меня болеть начала, да? Больше половины. Да потому что буквально днем раньше я был на свадьбе, сами понимаете, выпил немножечко, и вдруг мне звонят и говорят, «Анатолий Николаевич, вы маску прошли, мы вас приглашаем на багажник». А я такой, господи, какой багажник? Я же пьяный. И вот первый раз я тогда услышал голос Сережи. То есть первый раз я его даже услышал. Не только мысли. Он сказал, «Толя, не бойся, там 30 машин, правая сторона, пятая, шестая машина». Анатолий Валентинович, последний, пожалуй, вопрос. Наш край аграрный, но в то же время считается дотационным. Может, нам стоит сменить направление? И что же делать в будущем? Нет, ребята, вы даже не представляете, вот то, что сейчас произошло с Западом для России, это плюс. Это, скажем так, как Иванушку, который на печи по щучьему хотенью, желанию и велению. Вот Иванушку заставили слезть с печки и пойти за водой. Пойти за дровами. Это очень хорошо для того, чтобы не питаться, честно говоря, не очень качественной продукцией Запада. У нас своя продукция и будь здоров. И здоровая продукция. Я на Алтае был, у вас шикарные вещи. Понимаете? 2015-го для Алтая это хорошо или плохо? Я вам тесно хочу сказать, год тяжелый будет. Это правда, ребята. Правда тяжелый год будет. Опять наводнение нам ждать, что ли? Нет, наводнение тут ни при чем. Он для мира тяжелый, для мира. А для Алтая в частности? А для Алтая, скажем так, с весны начнет расцвет, пойдет расцвет. И я вам говорю, ни в коем случае аграрный сектор, только развивайте. Я вам серьезно говорю, ребята. Ну, для наших властей это прям услада. Нет, правда-правда, я правда говорю. Мало того, у вас шикарные ведь места, ребята. У вас, если даже делать туристический бизнес, особенно в горном Алтае, это будет сказка. Просто, знаешь, я скажу так. Собрать действительно группу таких людей, которые радеют за свой Алтай. Вот у меня друзья здесь есть, да? Которые знают, как сделать, как заработать для вашего края и, естественно, процент для России, чтобы и деньги пошли, и продукты были хорошие, и чтобы люди не на Запад куда-то уезжали отдыхать, а приезжали сюда. И вот так, как в Сочи, сделать прекрасный зимний курорт. Я был в горах там, я там много проездил, и на самолете прилетал, на спортивном, на вертолете. Ну, на этой оптимистической ноте мы, пожалуй, закончим наш разговор. Спасибо, Анатолий Валентинович. Я напоминаю, это была программа «Наше время». До новых встреч! Анатолий Валентинович.